коллеги добрый день начинаем программу форекс фбс с нами елизавета белудина аналитик компании фбс добрый день елизавета здравствуйте игорь здравствуйте уважаемые трейдеры ну что же начинается май начинается новый торговый месяц эта неделя у нас будет интересной потому что в пятницу выйдут данные по занятости в соединенных штатах нфп и конечно это событие всегда добавляет остроту торговлю ну что вот сегодня буквально несколько минут назад были опубликованы данные по торговому балансу в америке здесь дефицит оказался большим чем ожидалось и конечно несколько снижает позитивный настрой по доллару сша который в принципе установился начала летой недели в целом можно сказать что участники рынка конечно ждут улучшения данных труда в америке эти ожидания должны поддерживать американскую валюту хотя конечно здесь для какого-то серьезного движения доллара вверх требуется намного больше позитива чем вот какой-то один релиз и том и нфп к сожалению предсказать не можем здесь обычно ошибаются и какие-то крупные банки так что мы как всегда ждем этих событий но вот пока ожидания были позитивными хотя торговый баланс несколько ухудшил картину в принципе вот была надежда что торговый баланс видит лучше прогноза и в результате это это положит основания для того чтобы вот плохой релиз по ввп сша который недавно был опубликован был в дальнейшем пересмотрен в сторону повышения но пока надежда не оправдываются думаю что некоторые ожидания позитивные плане ппп все-таки будут сохраняться и в среду давайте взглянем на экономический календарь в среду здесь у нас планируется релиз данных от американского института adp по числу по приросту не сельскохозяйственном секторе сша в частном секторе здесь в принципе ожидается некоторое увеличение числа рабочих мест по нфп там тоже прогноз в целом неплохой поэтому вот такая картина по данным из америки завтра еще важно обратить внимание на выступление главы фрс жанна елен там она будет участвовать в панельной дискуссии возможно как-то даст новые комментарии поскольку на прошлой неделе не было пресс-конференции фрс мы узнали только вот была только публикация заявления американского центробанка поэтому данных конечно и комментариев от представителей американского руководства пока наверное рынка не очень достаточно и конечно хочется отметить что несмотря на такие вот более оптимистичные ожидания по нфп чем в прошлом месяце тот факт что доллару сейчас все равно достаточно большие спекулятивные лонги думаю что разочарование если данные хуже прогноза она будет достаточно сильным и сильные продажи американца такой релиз конечно укрепит все мысли что вот замедление американской экономики которая была первом квартале не является временным как сказал фрс на прошлой неделе а покажет что это замедление носит какой-то более долгосрочный характер так что конечно нужно больше информации по этому поводу и давайте перейдем графику все видно же да что я показываю да конечно отлично ну вот евро доллар на прошлой неделе выстрелил к 100 дневной скользящей средней линия снижается естественно выступила в качестве такого естественного препятствия для евро но мы ушли выше дневного облака шиноку которая сейчас оказывает поддержку в районе 1 10 70 и также предыдущие максимум конца марта начала апреля в районе 1 10 50 1 25 тоже дают евро доллару неплохую опору таким образом вот видим здесь диапазон в преддверии предстоящих релизов это 1 13 1 10 35 думаю что мы увидим консолидацию курса здесь если смотреть по доходности американских европейских облигаций с которыми евро доллар последнее время очень сильно коррелирует мы видим что американские доходности растут но вот немецкие растут еще сильнее и это конечно тоже такой позитивный фактор для евро доллара который вызывал недавний рост недавнюю коррекцию вверх и еще сейчас способствует тому что евро держится лишь 1 10 но у меня вот такое впечатление что европейские доходности все-таки скоро нащупают предел своего роста и здесь вот этот позитивный драйвер будет все больше и больше истончаться по евро доллару что касается ситуации в греции то там как-то все несколько замерло переговоры продолжаются есть вот комментарии о том что эти переговоры стали более конструктивными но никаких прорывных там договоренности нет и вот как сегодня сказал министр финансов германии пока и соглашение 11 мая не вызывает уверенности том что она действительно будет достигнута поэтому фактор негатива здесь тоже будет сохраняться хотя как мне кажется пока именно на этой неделе греция как-то не будет основной темы здесь конечно приоритет на американские данные и они должны задать какое-то направление рынку потому что сейчас конечно все находятся в ожидании что касается пары фунт доллар то здесь не только американских данных ждут еще итогов выборов в соединенном королевстве великобритании которые состоятся в это чертверк уже здесь ну как наверное все помнят ни одна партия не обладает решающим преимуществом там консерваторы правящая партия и лейбористы идут просто нос в нос у них практически одинаковые результаты согласно опросам общественного мнения но партия которая получит большинство мест в парламенте получит возможность первое сформировать правительство и скорее всего парламент который получится будет подвешенным ни одна партия этого правительства сама сформировать не сможет и есть такая вот неопределенность которая негативно сказывается на курсе фунта вот мы видим что несмотря на эту неопределенность на прошлой неделе фунт очень очень неплохо рос выстрелил в район 1 55 так что думаю что это является таким показателем того что вероятность вот этого подвешенного парламента и долгого формирования правительства уже в принципе в курсе фунт доллара учтена то есть фактор этот в каком-то степени рынком отыгран здесь исходы выборов может быть наверное нам три таких основных исхода если победят консерваторы и вот их союзники либеральные демократы там получат достаточно мест то думаю что мы увидим хорошую реакцию по фунту в район двухсот дневной скользящей средней это 1 56 70 потому что в принципе тогда как то вот эти вот все политические политическая ситуация более-менее разрешится но конечно вероятно здесь большого преимущества консерваторов и их союзников не очень высокая если либо листы и вот шотландские националисты как там больше не заработают это конечно негативное давление на фунт равно как и долгое формирование правительство тоже тут позитива все-таки не окажут но в целом конечно экономика британии сейчас находится в нормальном состоянии здесь угрозы какого-то негатива в еврозоне тоже в принципе снизились сравнивая с выборами которые были к британии в 2010 году поэтому в целом мне кажется достаточно стабильная будет торговля по фунту мы видим общий диапазон 1 55 1 46 думаю что здесь все уровни поддержки будут достаточно важными сейчас это 1 50 50 1 49 50 1 48 поэтому конечно думаю что до четверга и до того как мы узнаем о результатах выборов все-таки здесь фунт будет серьезно ограничен покупать его будет мало но после выборов возможно стабилизация курса и вообще вот сильных распродаж я тут по фунту не жду вот данные конечно из британии пока не радует последний сегодняшний строительный пьема оказался слабым в среду в великобритании был опубликован индекс целовой активности в сфере услуг посмотрим что они нам покажут но думаю что вот на ближайшие торговые сессии стоит ориентироваться на такое вот умеренное снижение британской валюты что касается доллар иены то здесь картина выглядит очень даже неплохо мы пробили вверх отметку во первых 120 иен за доллар вторых линию сопротивления которая проходит через максимумы апреля и марта и в целом думаю что есть плохой задел для роста доллар иены следующему сопротивлению это 120 85 и выше к 121 50 121 80 и даже в сторону 122 ну конечно вот американские данные должны дать такой стимул но с точки зрения техники опоры вроде как найдено и действительно думаю что здесь вот как-то наиболее привлекательным для торговли сейчас выглядит эта пара по австралийскому доллару доллару сша сегодня с утра было событие это заседание резервного банка австралии он сократил процентную ставку до рекордного минимума 2 процента но как мы видим австралийс на дневном графике все равно вырос сейчас торгуется высшей отметки 0.79 и такой рост австралийцы связан конечно с тем что такое решение банка австралии было ожидаемым мы в принципе ожидали что ставка будет действительно снижена плюс участники рынка считают что уже дважды РБА снижал ставку и возможно это последнее движение центробанка в этом направлении поэтому дальше ничего такого не будет ну и само сопроводительное заявление РБА было достаточно нейтральным там отметили некоторые улучшения в экономике ну то есть вроде был позитив и поэтому многие закрывали свои короткие позиции по паре и вот это покрытие шортов спровоцировала рост австралийца ну между тем несмотря на такой прорыв технический да если посмотрим на недельный график видим на прошлой свече такую длинную шпильку вверх которая я думаю что будет сдерживать быков плюс ко всему здесь можно сказать что все таки резервный банк австралии заинтересован в слабом курсе австралийца и как-то не думаю что они здесь будут позволять какой-то значительный рост пары австралиец доллар США вообще конечно немного странным выглядит решение австралийского центробанка тут уже многие его копитиковали что вроде непонятно чего снижали ставку снизили бы так уж как-нибудь комментариев добавили негативных чтобы действительно ослаб австралиец они все-таки как-то хотят поддержать отечественных своих производителей и обеспечить себя низким валютным курсом но вот как-то не то несет а снижение ставки тоже достаточно болезненно для австралии поскольку там раздувается пузырь на рынке жилья но тем не менее мы видим что австралиец тоже как и многие другие пары в таком боковом диапазоне продолжает оставаться здесь следующее сопротивление расположено на отметках 79 50 80 завтра в австралии выйдут данные по розничным продажам там ожидается некоторое замедление и думаю что здесь конечно стоит наверное задуматься о продажах австралийского доллара потому что несмотря на то что первая реакция рынка на снижение ставки и была такой нестандартно позитивный все равно ставка снижена доходности в америке комит тенденцию к росту и думаю что спрос на австралии будет все таки постепенно сокращаться и мы еще можем протестировать более низкие уровни районе 77 76 35 вот ниже не думаю что в обозримом будущем опустимся но вот хоть что-то возможно здесь предвидится и опять же нфп конечно же не обойдет стороной не обойдет своим влиянием и эту пару вот на этом наверно у меня все понятно сейчас одну секундочку я включаю наше видео хорошо елизавета я честно говоря слушаю внимательно по австралийцу мне реакция на решение банка нацбанка не совсем понятно вот видите получается предсказать что будет после снижения ставки практически невозможно ну как сказать в принципе тут нужно действительно очень следить за настроем рынка потому что какие-то взаимосвязи которые расписаны в учебниках снизили ставку пошел курс национальной валюты не всегда работают потому что сначала отыгрываются ожидания мы покупаем на слухах продаем на фактах вот так же произошло и в этом случае действительно я думаю здесь в большей степени сыграли ролью какие-то крупные игроки которые действительно шорты которые у них были закрыли и вообще вот я сейчас так мониторю да что пишут в различных банках по моему вот давно не было такого что у всех такие противоположные ожидания то есть конечно всегда прогнозы у всех расходятся здесь как-то вот особенно то есть кто-то говорит прям что будет еще снижать австралийский центробанк ставки кто-то нет все закончили и вот реально такое впечатление что все в какой-то ступоре находятся несколько и от действий регулятора вот действительно не очень понятно зачем они ее снизили если бы снизили это как с каким-нибудь сюрпризом ну вот как центробанки в принципе делают если хотят какой-то значительного эффекта на валюту сегодня сюрприза не было ну не было вот такого негативного эффекта не было резкого спада наоборот все закрылись но оно и выросло то есть если центробанк не сопровождает свои действия каким-нибудь словесными интервенциями то это может привести к обратному результату получается ну да и тоже вот как-то все привыкли уже все ждали как-то сначала месяц назад наверное много было негатива по австралии мы все ждали как-то там 0.75 потом как-то резко очень все изменилось ожидания все наоборот стали говорить что даже может быть и не снизят ставку вот большинство конечно там вот по данным Reuters 20 экономистов из 27 ожидалось что ее снизят ну вот снизили но в целом все равно конечно австралийские ставки они пока выше чем в других странах g10 так что есть куда снижать еще ну есть куда снижать но вот не знаю думаю что конечно на ближайших заседаниях наверное останется все по-прежнему вот но думаю что здесь центр банки типа резервного банка австралии будет выходить на второй план в преддверии фрс да вот на прошлой неделе было такое заседание без пресс-конференции поэтому думаю что здесь будет важно когда опубликуют протокол этого заседания потому что информации полной не было вот в июне на заседании там будет пресс-конференция и конечно там ждут каких-то более таких значимых движений от федерезерву понятно ясненько елизавета спасибо вам большое очень интересно но мы также тогда будем надеяться что в ближайшие месяцы центробанк австралии все таки не будет никаких действий предпринимать дальнейших я все таки почему-то от к этой точки зрения к этому лагеря склоняюсь но конечно посмотрим по ситуации ясненько спасибо огромное удачи вам всем спасибо до новых встреч до свидания до свидания спасибо